приветствую всех на канале это видео о компании digital турбин сегодня мы посмотрим на ее феноменальные показатели посмотрим на график в новости погружаться глубоко не будут экспресс-обзор уже два подписчика попросили в твиттере посмотреть на эту компанию соответственно давайте это сделаем сегодня нападать на три процента цена 48 2 компания занимается платформу создать платформу то есть это software для монетизации контента операторами мобильной связи то есть это как каким-то образом связано с рекламой если у вас есть информация как это по-русски правильно объяснить напишите пожалуйста комментарии было бы очень интересно рекомендация сейчас покупать и таргет от 80 до 100 32 долларов соответственно потоки у компании вроде как растут все время они опережают по результатам ожидания аналитиков давайте смотреть на фундаментал соответственно финансовая компания устойчивая она прибыльная она уже вышла в прибыль в принципе операционная маржа у нее уже 14 процентов если он будет такими темпами развиваться то думаю что и цена будет идти дальше соответственно и алгоритм оценки стоимости гуру фокус также прогнозирует рост поэтому компании в данный момент мы все еще находимся в зоне перекупленности но тем не менее в будущем прогнозируется что к 24 году цена будет 112 исходя из дисконтирования тех потоков которые сейчас есть на есть сейчас 79 то есть компания дорогая пнас 10 учитывая тот рост выручки и прибыли может быть это и вполне себе оправданные результаты мы видим что буквально квартал назад гуру фиксировали и сейчас институционалы начали покупать две покупки 1 продажа среди инсайдеров я не скажу что здесь какие-то ярко выраженные продажи даже были покупки в начале года ну видимо когда компания провалилась на к видные вот этой панике соответственно фундаментально выглядит неплохо единственное что меня смущает это когда я переключился на квартал и я увидел что у компании образовался какой-то громадный долг если вы знаете с чем это связано напишите обязательно в комментарии будет очень интересно узнать переходим графику у меня есть два варианта и на мой взгляд все-таки желтый более предпочтительно сейчас объясню почему первый вариант заключается в том что мы в принципе уже сделали все движение и сейчас мы будем его корректировать соответственно это белые линии 1 2 3 4 здесь у нас было 5 соответственно часто делаем 2 после чего начнется тройка ну давайте посмотрим где здесь есть сильные уровни если это так соответственно натянем сетку первый сильный уровень куда мы должны откорректироваться если действительно держи движение кончилось это 30 долларов по логарифмической шкале сейчас я логарифм отключу также посмотрим без логарифма но в принципе без логарифма вот диапазон от 0 61 до 0 7 8 является хорошей зоной покупки соответственно если мы принимаем на веру что здесь закончилась пятерка то ну в принципе уже близки к зоне загрузки я не думаю что с такими потоками компания должна уйти на 30 соответственно давайте смотреть где может закончиться давайте посмотрим сначала желтый вариант который более предпочтительные кстати белый удалю принципе я его запомню здесь особо не ошибешься соответственно желтый вариант заключается в том что мы сделали первую волну сделали вторую волну и сейчас мы делаем третью 1 2 3 4 5 и на логарифмической шкале вполне себе выглядит именно так потому что если посмотреть на самом деле корреляцию между первой и второй волной построить расширение то видно что тройка по большому счету еще не закончена никакого сильного уровня здесь не было соответственно тройка может еще довольно неплохо сходить вверх ну и соответственно здесь мы находимся треть волны 1 2 3 сейчас мы делаем четвертую и далее будет 5 прайс таргета я озвучил 8032 я сейчас подвину чтобы она не мешали мы давайте посмотрим что тут происходит поближе переключусь на 4 часа наверно логарифм можно отключить давайте посмотреть я считаю что здесь была волна а трехволновая волна б трехволновая c далее еще три волны наверх соответственно это будет эйби если здесь у нас останется три волны значит коррекция завершилась и тогда вся коррекция будет видео w x y ну не знаю обычно все таки это редкие варианты наверное все таки стоит ждать здесь четырех вон соответственно чего-то подобного отскок и уход чуть ниже может быть такой вариант может быть три волны потому что мы в принципе уже ушли ниже и вполне возможно что здесь нужно ставить w x y давайте смотреть расширение соответственно сильный уровень мы находим сейчас на нем мы пробили 0 61 ну я предполагаю что скорее всего мы можем сходить к уровню 30 кстати говоря если помните по алгоритмической шкале если здесь пятерка закончилась тоже это довольно сильный уровень давайте кстати алгоритм тоже включим посмотрим что здесь уровень единица находится в районе 42 уровень 161 и 8 находится в районе 28 ну вот собственно говоря от 50 до 30 это зона подбора я думаю что эта акция из этой зоны пойдет расти как рано начать ее покупать решайте сами сильные уровни я обозначил давайте кстати еще на третью на третью вот эту волну натянем сетку посмотрим что здесь вот здесь кстати говоря сильный уровень будет в районе 41 в районе 23 на 23 сомневаюсь я думаю что вот наиболее вероятно вот этот маленькая зона который обозначил это как раз и зона покупок от 50 до 38 сейчас мы уже находимся в зоне сильной перепродности на 4 часах давайте включим дни посмотрим что там мы в днях в принципе тоже присутствует здесь уже небольшой объем правда нету чего-то такого грандиозного как вот на конце волны b кстати говоря давайте я обозначу большие волны чтобы они также фигурировали пока что с уверенностью сказать что это b или c мы не можем потому что пока что мы имеем три волны если здесь будет 4 еще один уход вниз значит это будет c так по поводу почему я считаю что у нас все таки было почему у нас счет движение закончено сейчас включая логарифм и смотрим на то что здесь происходит максимальная перекупленность по арсия у нас было в течение третьей волны вот этой тройки и соответственно максимальная перекупленность по магде у нас было как раз в районе третьей волны вот этой тройки соответственно как правило именно здесь мы должны видеть это максимальную перекупленность на пятых волнах такого мы видеть не должны соответственно мы сейчас должны быть типа ниже ну и эти осцилляторы Ну, они нарисуют после того, как акция выйдет наверх, какой-то всплеск, но он должен быть чуть меньше, чем тройка, и, соответственно, после этого мы должны идти ниже. Поэтому я все-таки считаю, что здесь наиболее вероятно, что мы все еще находимся в развитии третьей волны. И сильной коррекции ждать не стоит, потому что мы сейчас еще пока не идем делать двойку, точнее, получается у нас первая, вторая, четверку, а делаем только четверку третьей волны. Ну, в принципе, на этом все. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу Digital Turbine. Если вы знаете какие-то интересные новости, катализаторы, поделитесь, было бы интересно узнать. Ставьте лайки и до встречи в следующих видео.